Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Ура! Я вернулась с новогоднего отпуска и готова продолжать свою работу на YouTube. Очень рада с вами снова повидаться. Очень круто провела свой отпуск, отлично отдохнула, провела время с семьей. И в целом Новый год для нас начался очень позитивно, очень по-семейному, очень спокойно. И мы наполнены энергией, позитивом, много целей себе поставили в этом году и готовы двигаться вперед. А у нас сегодня видео из серии «Беременность номер 2, попытка номер 5». Так, что у нас по датам с вами? Сегодня у нас 11 день после овуляции и получается 1, 2, 3, 4, 4 дня до предполагаемой даты следующих месячных. Ждала как раз-таки 11 день после овуляции для того, чтобы начинать писать этот видеоролик. А все потому, что ко мне прилетели из Америки тесты, которые я специально заказала для этого видео, называется «First Response». Эти тесты в Америке считаются тестами номер 1. У них розовый краситель, который показывает тестовую и контрольную полоску. Бытует мнение, что именно розовый краситель в тесте означает более аккуратный результат, меньше возможностей липовых или полосок испарения. И в общем, этот тест он как-то больше связан с позитивным результатом, нежели чем с негативным. Заказала его на iHerb, он ко мне успешно приехал, и сегодня мы сможем с вами сделать этот тест. А второй тест, который я буду делать, это Clear Blue. Это не цифровой обычный тест, и здесь в упаковке два теста. Кстати, First Response тоже два теста. И сделала вот этот дешевенький экспресс-тест. Это была единственная марка тестов, которые я нашла в России большую упаковку. Там их 50 штук, но чувствительность у него достаточно низкая. То есть на упаковке написано, что покажет результат 99,9% в первый день задержки. И следовательно, вопрос создается, нафига делать упаковку 50 тестов, если он показывает только в день задержки. Ну, не знаю, в общем, упаковка есть, тестов дофига, поэтому тоже будем делать все дни этот тест. И дабы не тратить время, давайте запустим наш тест. Так, нам сегодня нужен один. Розовенький. Замечательно красивый. Прекрасный тест номер два. Ну и как раз проверим, какой из тестов более чувствительный. Вот так выглядят наши тесты. Первый, значит, Clear Blue. Вторая красота First Response. У него даже крышечка такая розовенькая, нежная. И третий маленький стрип, который, скорее всего, для нас в этот раз будет сильно бесполезным. Ну да ладно. Здесь на этих экспресс-тестах было написано, что нужно его макать до полного заполнения вот этой тестовой зоны. На этих тестах я пишу четверочки, то есть это означает 4 дня до предполагаемой даты следующих месячных. Вот, две четверки. Помещаю их в упаковке, дабы у меня не было никакого искушения на них смотреть. Все, до свидания. Маринуйтесь теперь 3-5 минут. Давайте засекаем время. Все, погнали. Давайте результат. Блин, я даже не знаю, как лучше сделать. Сначала вам показывать или сначала самой смотреть. Ладно, сама буду смотреть. Нечего там. Короче, начну с экспресс-теста, который 100% будет негативный. Чего? Подожди. Там есть полоска. Подожди, 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 подожди. Подруги, там есть полоска. Так, давайте сначала колеру. Давай, 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 давай. Абульница. У меня же все. Мой плюсик, подруги, плюсик. Вы видите? Я надеюсь, что вы видите. Мой плюсик. Ну и розовый. Подруги, ну это уже все. Ну это уже все. Видите? Это уже 100%. Я знала, что ты принесешь мне удачу. Ай. Мама дорогая. Подруги. Это позитивный результат, вы представляете? Мне кажется, я целый день сейчас буду пялиться на эти тесты. У нас будет малыш номер два. Все, у меня мозг отключается. Я даже не знаю, как реагировать, что говорить. И короче, как есть, подруги. У меня все руки в фломастере несчастном. У меня есть плюсики. И полосочки. Это странно, что я сейчас думаю о том, как вы визжите в экраны, когда вы видите, что у меня позитивный результат. Блин, наверное, странно, но это на самом деле круто, потому что я знаю столько много вас, которые ждут позитивного результата и которые проходят со мной этот процесс, и которые действительно с таким же нетерпением, как и я, ждали этого позитивного результата. У меня на самом деле нет больше времени сидеть и радоваться этим тестам. Я не знаю, как я сдержусь эти дни, чтобы не сказать об этом Арсу. Но окей, ладно, это другая баба история. Буду в моменты немощности своей включать камеру и с вами разговаривать. Но сегодня у меня больше нет времени, потому что скоро вернется Арс, и мы должны уже будем отправиться по нашим делам. Все, увидимся завтра. Завтра будем делать дальше наши тесты и будем следить за тем, как наши полосочки, наши плюсики, они становятся темнее, ярче, и очень надеюсь, что в этот раз... Малыш, держись! Прикрепись и держись! Все, бабы, держите за нас кулаки! Еее! Ура! Я так и знала, что этот розовый ферст-респанс, он принесет мне удачу, и на нем я увижу позитивный результат. Я так и знала, что нужно его заказать, и как-то я так его хотела прям вот с ума сойти. Все, до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подружки, смотрите, что я одела! Наш счастливый беременный свитер! Я, конечно же, надела этот свитер, и будем надеяться, что он принесет мне удачу. Сразу попрошу, не обращайте внимания на мои волосы. Это какое-то временное недоразумение, которое в целом, мне кажется, идеально отображает взрыв мозга, который у меня сейчас все эти дни происходят. Я просто в шоке от того, что происходит. Короче, сегодня у нас с вами последняя задача сделать вот этого парня и посмотреть, наконец-то, на не только полоски, но еще и на буквы и на цифры, которые, я надеюсь, покажет именно этот тест. То есть, это цифровой тест Clear Blue, который я делала в прошлый раз, когда забеременела Рэмом. Ну, в общем, очень хочу увидеть, что там написано «беременна» и показано, сколько недель я беременна. Сегодня нам с вами нужно делать все это очень быстро, потому что в нашей спальне Арс тусуется с Рэмом. Сегодня так совпало, что, ну, никоим образом я не смогла его вытащить из дома. У Арса сегодня выходной. Я ему сказала, что я снимаю первый видеоролик после моего отпуска, типа вопрос-ответ, мне нужно полчаса полной тишины, чтобы они из этой комнаты не выходили. Поэтому я очень надеюсь, что они не запалят сейчас и тест, и, в общем, в целом темы этого видеоролика, потому что Арс до сих пор не знает, что у нас тесты позитивные. Я ему сказала о том, что я буду делать тест в следующую субботу, благо он не следит за моим циклом и как-то слабо, в общем, себе представляет, когда у меня должны начаться месячные. Ну, человек просто слишком сильно занят. И, следовательно, он за этим делом не следит. И если я ему говорю, что, а, ну, в следующую субботу надо будет делать тест, пока еще рано, он как бы все, гештальт в твоей голове закрывает и все, забывает про эту тему до следующей субботы. Так что это мне дало немного-немного времени для того, чтобы сделать эти тесты, записать этот видеоролик и запланировать сюрприз. Как же я ему скажу? В общем, у нас сегодня важная задача мы должны придумать. Как я об этом скажу Арсу, Господи? У меня столько мыслей, у меня просто миллиард мыслей в голове, и я не понимаю, как мне остановиться и что мне сделать для того, чтобы это все в хоть какую-то кучу собралось и в хоть какой-то порядок выстроилось. Потому что у меня полный хаос, и я не понимаю, что происходит. Ну да ладно, пока у меня в голове полный... Я, в общем, буду делать последний тест, покажу вам еще прогрессию полосок. Я знаю, в предыдущем клипе с музыкой вы видели уже розовые мои тесты, First Response, в которых видно прогрессию полоски. Но у нас также есть синий clear blue. И, конечно же, так как у меня, как некоторые, мне писали мания на тесты, я, естественно, еще сделала маленькие стрипы. У меня была упаковка еще с прошлого раза 50 штук, я подумала, ну что я с ними буду делать, если забеременею, поэтому буду их использовать тоже. У меня прогрессия линий сразу трех тестов, то есть розовый, синий clear blue и вот эти маленькие стрипы. Так что Ада Комментаторша... Кстати, Ада Комментаторша — это новое имя адских всех баб, которые комментируют и всякое... Мне пишут, отныне мы будем их называть Ада Комментаторша. То есть это как раз-таки будет имя той бабы, которая будет воплощать всех адских комментаторш. Если я в своих видеороликах буду вам говорить о том, что Ада Комментаторша снова написала, то, знаете, это просто любая баба с адским комментарием. Ладно, все, хватит о глупостях, давайте делать самое важное и самое большое цифровой тест Clear Blue. Будем надеяться, что мы увидим правильное количество неделек, да и в принципе, что мы эти недельки там на нем увидим. Я просто поверить не могу, что это происходит со мной, что наконец-то пришел тот день, когда я реально забеременела второй раз. Ну что ж, поехали делать цифровой. Патрушки, есть! Есть! И он показывает прям три плюс. Это означает, что все в порядке, все растет, все развивается. Ах, слава тебе, Господи! Как это круто! Подруги, как это круто! Наконец-то! Так, ну вот они, мои счастливые тесты. Смотрите, как они прекрасно выглядят. Хорошо, что у нас тут происходит. Значит, эти тесты конкретные, они делались впервые за четыре дня до предполагаемой даты следующих месячных. И вот эти цифры как раз-таки это обозначают. Четыре дня, три дня, два дня, один день. День месячных – это нолик. И минус один – это уже первый день задержки. Ну вот, собственно, здесь можно посмотреть, насколько меняется полоска. И она становится темнее и темнее. И вот минус один – уже видно, что тестовая полоска, она темнее, чем полоска контрольная. Часто бывает, что если ХГЧ прям зашкаливает, тогда полоска тестовая, она вытягивает весь краситель из контрольной полоски. И контрольная полоска становится еле заметной. Но не наш случай, поэтому контрольная полоска всего-то навсего темнее. Что произошло с нашими Clear Blue и синим красителем? Вот здесь как раз-таки классно видно, насколько большая разница в розовом красителе и в синем красителе. Потому что четвертый, третий день, если вы отмотаете ролик на самое начало, вы увидите, что полоска там была. Она исчезла буквально через день. То есть этот краситель, он не то чтобы испарился, а он как будто бы, не знаю, будет ли видно, но этот краситель, он как будто бы, видите, он спал на края этого окошка. То есть он туда весь свалился почему-то. И здесь снизу тоже очень хорошо видно. И по итогу на самом тесте вроде бы как бы полоски и нет. Здесь она появляется и остается на втором дне. Первый день уже плюсик. Нолик тоже как-то подиспарился чуть-чуть. И минус один уже явный-явный плюс. И как я уже говорила, у меня было огромное количество вот этих дешевеньких стрипов. И вот их я как раз-таки делала прям до десятого дня задержки. Потому что в упаковке их было 50. И в целом на упаковке написано, что чувствительность у него не сильно большая. И это означает, что этот тест, позитивный результат покажет только с первого дня задержки. Что у нас не произошло. У нас тест показал позитивный результат намного раньше. Вот двоечка. Это означает два дня до месячных. И 13-14 это тринадцатый день после овуляции. И вот я увидела первую полосочку. Вот она здесь проявляется, проявляется. Шестнадцатый день после овуляции или первый день задержки уже так нормально. И потом она уже становится темнее. Вплоть до десятого дня задержки, когда тестовая полоска стала шире и интенсивнее, чем контрольная. И конечно же самый последний, но не менее важный тест. Это цифровой тест, который мы только что с вами сделали. И он показывает беременна 3+. По срокам все правильно. Больше чем три недели с момента зачатия у меня срок. Сейчас осталось только дождаться момента, когда я смогу пойти сделать УЗИ. А это снова, ну я думаю, минимум три недели ожидания. В целом-то, наверное, нужно дождаться седьмой-восьмой недели беременности для того, чтобы увидеть что-то дельное в УЗИ. В прошлый раз, когда я была беременна Рэмом, мы пошли на шестой неделе. То есть полные шесть недель уже были. Это начало седьмой. И ничего не было видно. Это в целом, конечно же, еще и зависит от аппарата УЗИ. Ну, в общем, снова неделя ожидания. Блин, я просто своим глазам не верю, подружки. Просто не верю. Блин, смотрите. Аааа! Вы это видите? Вот вы это видите, подружки. Господи, что происходит? Мой заветный долгожданный плюсик. Ах, это просто круто. Ладно, все. На этом я заканчиваю этот видеоролик. Поздравляю нас всех. Мы дождались с вами нашего плюсика. Сейчас мне нужно придумать, как я об этом скажу Арсу. В прошлый раз у меня никакого сюрприза не получилось. Просто потому, что делала тест рано-рано с утра. Прямо в шесть часов утра, мне кажется, я подскочила. Пошла делать тест. И ровно так же и Арсу спящему его и вручила. И сказала о том, что мы беременны. А в этот раз я все-таки хочу сделать сюрприз. Я не знаю, как это снять, как это сделать с его графиком, как это подгадать. Я точно знаю, что я хочу сделать такую коробку, в которой будет детская одежда. Будут эти тесты. Так, чтобы он открыл и, в общем-то, этот сюрприз увидел. Но мне нужно придумать предлог. Он всегда обращает внимание на детали. И особенно, если он чувствует, что со мной что-то не так, а я, человек, как вы знаете, сильно нетерпеливый. И мне нужно подсобраться, чтобы, блин, не ходить с улыбкой непонятно в каком таком сильно добром настроении. Потому что, мне кажется, эти дни я реально хожу так, будто бы у меня во рту вешалка. Вот серьезно. У меня просто наитупейшая улыбка на лице. И Арсу как-то иногда на меня странненько поглядывает. Я, конечно, ему рассказываю о том, что мы тут с бабами шутим, и что-то ржем. И вообще я счастлива от того, что у меня отпуск. Но в целом он обычно замечает. И он мне как-то говорил, он говорил, я не могу дождаться этого момента, когда ты забеременеешь. Потому что, когда ты была беременна, ты была такая добрая. Я думаю, черт, надо быть злее. Нужно на него наорать и вообще наехать за что-то. Придумать какой-то предлог. Так вот, короче, нужно мне маскироваться для того, чтобы он ничего не заподозрил. Придумать предлог. Почему? Если он камеру заметит. Потому что я хочу, естественно, снять это для вас. Может быть, я придумаю, что нам нужно сесть вместе и ответить на вопросы. Какое-то видео снять. И в коробке там, может быть, будут эти вопросы-ответы. Но как? Короче, я не имею ни малейшего понятия. В общем, над этим я пошла думать. Пока они там еще не вылезли из комнаты, я быстро должна все это убрать и спрятать. И увидимся с вами, подруги, в следующем видеоролике. Скорее всего, этот видеоролик будет на тему того, как я рассказываю мужу о том, что я беременна. Очень надеюсь, что вы так же счастливы, как я. Я прекрасно понимаю, что это только начало. И для всех тех подруг, которые за меня волнуются и которые будут писать мне комментарии, чтобы я слишком уж тут не радовалась, поскольку это только самое начало. Еще нужно подтвердиться на УЗИ у доктора. Еще нужно дождаться окончания первого триместра. Скрининг и так далее, и так далее. Я все эти моменты знаю. Я все это учитываю и все это понимаю. Но подруги, вот честно, я хочу жить в сегодняшнем моменте. Вот в этом моменте, когда я вижу свои полоски, когда я вижу, что на моем тесте написано, что я беременна. И я просто хочу быть счастлива. Я не хочу омрачать вот этот радостный момент какими-то волнениями того, что реально еще не произошло. И скорее всего, и не произойдет. Я очень-очень хочу радоваться вот именно в этом моменте. быть счастливой и думать только об этом. А об остальном, обо всем уже думать по мере поступления. Договорились? Давайте. Сейчас будем радоваться все вместе. Будем в хорошем настроении. Потому что, действительно, сегодня ролик он позитивный. Сегодня наш день он прям крутой. И держите за меня кулаки, чтобы у меня получилось сказать Арсу о том, что мы беременны, сделали для него классный сюрприз. И, что немаловажно, снять этот процесс на камеру для вас, для того, чтобы вы тоже имели возможность. Посмотрите, чтобы мы могли поделиться с вами этой радостью. Ну, все, я не могу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова